Здравствуйте, дорогие друзья и мои любимые подписчики. В этом уроке мы рассмотрим совсем маленькую, но очень важную тему в итальянской грамматике. И речь пойдет о двойном и одинарном отрицании. Дело в том, что есть слова отрицания, так называемые. Это такие слова, как mai, никогда, nessuno, никто или никакой, и niente, который переводится как ничего. И вот в зависимости от того, как эти слова стоят относительно глагола, мы применяем либо одинарное отрицание, либо уже двойное. Итак, от чего это зависит? Если такие слова ставить перед глаголом, то отрицание является уже самодостаточным. А если такие слова мы будем ставить после глагола, то в таком случае глагол необходимо дополнительно отрицать частичкой non. То есть non переводится как не. И давайте рассмотрим это явление на примере. В качестве первого примера возьмем отрицательное слово mai, которое, напоминаю, переводится как никогда. Переведем на итальянский язык такое предложение, как я никогда не пью кофе. Итак, первый случай, когда отрицание одинарное. Я никогда не пью кофе. И обратите здесь, пожалуйста, внимание, что перед глаголом bear, пить, который стоит в первом лице единственное число, то есть я пью, я не поставил дополнительно частичку non, потому что там уже стояло слово mai. И такое отрицание является уже самодостаточным. То есть дополнительно отрицать этот глагол не нужно. Двойного отрицания здесь быть не может. Но обратите внимание, если мы это слово отрицание поставим после глагола, то тогда отрицание уже будет двойным. И звучать это будет следующим образом. Io non devo mai il caffè. Переводится точно так же. Я никогда не пью кофе. Но обратите внимание, что здесь уже перед глаголом bear, который стоит также в первом лице единственное число, я употребил отрицательную частичку non. Почему? Потому что здесь слово отрицание mai, которое переводится как никогда, я поставил после глагола. Такие предложения по смыслу равнозначны. Но место может иметь либо первый случай, либо второй. В принципе, ничего от этого не меняется. Никакого логического ударения. Самое главное придерживаться этого принципа. Если слово отрицание стоит перед глаголом, в таком случае отрицание одинарное. Если слово отрицание стоит после глагола, в таком случае отрицание уже двойное, где добавляется отрицательная частичка non. Рассмотрим следующий случай на примере отрицательного слова nessuno, который переводится как никто. И переведем на итальянский язык такое предложение, как здесь никто не хочет работать. Первый случай. И обращаю внимание, что здесь уже у нас два глагола, но принцип тот же самый. Либо до глагола, либо после глагола, либо глаголов. И первый случай двойного отрицания. Qui non vuole lavorare nessuno. Обратите внимание, что глагол volere, который стоит первым лицем единственного числа, я его дополнительно отрицал частичкой non. Потому что отрицательное слово nessuno я поставил после глаголов. Если же, как я уже говорил, это отрицательное слово будет стоять перед глаголом, то уже и так хорошо. И дополнительно частичку non добавлять не нужно. Несuno vuole lavorare qui. Никто не хочет здесь работать. Переводится точно так же, но здесь уже двойного дополнительного отрицания не требуется, потому что слово отрицание, в данном случае nessuno, стоит уже перед глаголом. И так называемое используется одинарное отрицание. Все. Вот в этом это правило и заключается. Ну что же, дорогие друзья, давайте подведем итог. Очень маленькое, но важное правило. И встречается оно в тех случаях, когда мы в предложениях употребляем отрицательные слова. Такие как mai, никогда, nessuno, никто и niente, ничего. Есть еще и другие слова, но в первую очередь, прошу вас, обратите внимание на них, сконцентрируйтесь и попытайтесь соблюдать это правило, которое заключается в следующем. Если эти слова стоят перед глаголом, то уже и так хорошо. Если мы их ставим после глагола, то тогда дополнительно глагол отрицается частичкой non. Все. Если у вас есть вопросы по этой теме, а также вы хотели бы поделиться примерами, то пишите, как всегда, в комментариях. Ставьте лайки, оформляйте подписку. Если кто-то смотрит меня без подписки, не будьте эгоистами. И совсем скоро мы увидимся с вами, дорогие мои подписчики, в следующем занятии. Целую, обнимаю. Пока-пока.